Стояние на месте и чем гордится Роскосмос Эксперт назвал работу Роскосмоса в 2019 году Стоянием на месте Роскосмос в 2019 году запустил лишь половину обещанных ракет, на что обратил внимание вице-премьер России Юрий Борисов. В чем лукавство космической статистики и есть ли чем действительно гордится ведомству под руководством Дмитрия Рогозина, разбиралась газета. Очередную порцию критики российская космическая отрасль получила из уст вице-премьера России Юрия Борисова, который заявил, что космические пусковые программы России в этом году выполнены чуть более чем на 50%. Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов отрасли можно назвать только одно – в этом году не было ни одной аварийной ситуации. «Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%,» – сказал Борисов, уточнив, что причины этого разные, в том числе и недостатки в организации работы. Он напомнил о проблемах с достройкой космодрома «Восточный» и призвал исключить все те срывы, которые сегодня, к сожалению, преследуют эту отрасль. В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным Рогозин заявил, что в 2019 году Роскосмос планирует вдвое нарастить число запусков. «В 2018 году мы провели 22 пуска, в 2019 году Владимир Владимирович 45 пусков предстоит, увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», – сказал тогда Рогозин. По статистике, приведенной Роскосмосом на своем сайте, в уходящем году российскими ракетами было осуществлено 25 пусков. Первым был запуск ракеты «Союз-2» египетского спутника «Эджиптсад». Последним в этом году стал запуск ракеты «Рокот» с тремя космическими аппаратами связи «Ганецем» и военным спутником. В обещанные Путину 45 ракет «Рогозин» добавил неизвестное количество межконтинентальных баллистических ракет, что никто никогда не делает. Включением МБР глава Роскосмоса вносит сумятицу в такие посчеты. Ведь если запуски МБР удается скрыть, то военные их скрывают. Пояснил газете «РУ». Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. На самом деле космических пусков было даже не 25, а 22. Ведь юридические запуски «Скуру», которых в этом году было три минус. Это европейские пуски, поскольку если вы продали свою машину, вы ее своей не считаете. В сентябре гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что всего будет выполнено около 40 запусков ракет в 2019 году, так как несколько аппаратов уехали на следующий год. В заслугу Роскосмоса записали относительно важный и новый для отрасли успех, первый за 16 лет безаварийный год. Я не считаю это важным фактором, тут берется в расчет календарный год, числовая магия. Если рассчитывать от последнего аварийного пуска, то прошло 14 месяцев без аварий. Это более корректно, это более заметно и не противоречит подходу, считает Моисеев. Но тут есть и другой аспект, если мы снижаем общее число пусков, то снижаем и аварийность. Когда у нас было по 100 пусков в год, у нас и авария была по 3-4 в год. Поэтому и говорить, что аварийность резко упала, нет особых оснований, это могло быть случайно. В целом этот год, стояние на месте. Последняя авария в российской космической отрасли, неудачный запуск экипажа МКС ракеты «Союз-Космодрома Байконур» 11 октября 2018 года. Последний раз в России промежуток в 14 месяцев между авариями на запусках наблюдался между 14 марта 2008 года и 21 мая 2009 года, отмечало недавно издание. Несомненным успехом Роскосмоса в этом году стал долгожданный и переносившийся много раз запуск научной миссии «Спектр рентген гамма» в сотрудничестве с немецкими инженерами. «Это довольно редкий случай, запуск прошел нормально и работа пока идет тьфу-тьфу без проблем», отметил эксперт. Такого не было много лет. Однако в этом же году Россия в очередной раз перенесла пуск еще более долгожданной лунной миссии «Луна-25», которая должна символизировать возвращение отечественных аппаратов на естественный спутник Земли, куда их не запускают с 1976 года. На прошедшей недавно пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев попенял Рогозину на бесконечные переносы этой миссии. «Такие долгострои очень опасны. Если мы будем долго строить и запускать, сдвигать лунную программу вправо, через какое-то время мы сами скажем, дальше это делать бессмысленно. Все надо делать вовремя, а в сфере высоких технологий, тем более», сказал Сергеев. «Посмотрите, Дмитрий Олегович, последняя Луна летала еще в советское время. Посмотрите, сколько времени мы не летали на Луну». В ответ Дмитрий Рогозин в очередной раз обещал не превращать эту миссию в долгострой и отправить ее в 2021 году. «Когда мы говорим про лунные исследования, часть нашей либеральной общественности начинает нервно вздрагивать и махать руками. Хочу их успокоить и сказать, что Луна 25 и 26 уже в железе. Работы по ним уже развернуты, контракты подписаны, назначены главные конструкторы», заявил Рогозин. «У нас нет оснований полагать, что в 2021 году мы не полетим. Полетим. Стоит отметить, что в действительности Луна 25 в железе находится уже несколько лет, и недавно появились данные о возможном новом переносе пуска с 2021 на 2022 год. С мая 2018 года в Газкорпорации готовят ответ газете «Ры» о причинах неготовности миссии. Последний перенос старта произошел сразу на два года. Причины тому были как технические, так и политические. Не был готов один из служебных приборов, отвечающих за посадку на Луну. Когда стало ясно о задержке с этим российским прибором, ученые попытались заменить его на легкий иностранный аналог, однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США. Как выяснила газета «Ры», несмотря на получение двухгодичной отсрочки, с подготовкой запуска по-прежнему не все в порядке, что может привести к очередному переносу. Готовы не все служебные системы. В частности, есть проблема с ретегами, радиоизотопный термоэлектрический генератор, питающий миаппарат, пояснил недавно источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. Если с плутонием, топливом для них, проблем нет, то с самими преобразователями энергии есть вопросы. Это, конечно, неприятно. У нас уже все повторяют слова академика Марова, что хотелось бы дождаться запуска при жизни. Павел Котляр. Право на данный материал принадлежат газета «Ры». Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...